Приветствую, друзья! Это не для того, чтобы вы курили, это для того, чтобы я мудрее казался. Почему? Потому что то, что мы слышим, нам кажется понятным. Так мозг наш устроен. Поэтому же сказано, имеющий уши да услышит. Вот я, например, всё время говорю, 12 дней хотя бы записывайте каждый день атмосферное давление 1 фактор, температура 2 фактор, геомагнитная обстановка 3 фактор, 4 фактор, осадки, ветер. Ну, все вроде бы слышат, но не слышат. Вот мне звонит одна дама, очень умненькая, в школе хорошо училась. Я её спросил, она говорит, да-да, хорошо училась. А почему, говорит, у меня вот 2-3 дня такое состояние жуткое, прямо не знаю, что делать. Тревога, голова болит и ещё что-то. Я говорю, а ты атмосферную погоду записывал, атмосферное давление, геомагнитную обстановку записывал. Нет, а что? Разве я не говорил об этом? Конечно, говорили. Я же вас очень люблю смотреть и слушать. А что же ты не записала? А что, надо было записать? Ну, а как же, а для чего я говорю? Это же в школе нас этому не учили. Поэтому я в нашей школе, человек будущего, хомофутурс, рассказываю то, чему мы в нашей школе не учили, а должны бы учить. Поэтому у нас школа, человек будущего, хомофутурс, школа человечности. Я вам помогаю. Пожалуйста, 12 дней записывайте. Первый фактор – атмосферное давление. Второй фактор – геомагнитная обстановка. Третий фактор – температура. И четвертый фактор – осадки, ветер. Почему это важно? Еще раз повторюсь. Потому что в какой-то день вы вдруг почувствовали себя плохо, или поругались с соседом, или с мужем, или с женой, не можете понять, что это вы так взорвались. А потому что вы либо не выспавшиеся, это первое, об этом постоянно говорю, высыпаетесь. И второе. Может быть, атмосферное давление подскочило. А когда вы знаете это, посмотрели, о, вы не зависаете. Потому что понимаете, что завтра будет лучше. А человек, который не знает, он начинает накручиваться. Я об этом тоже сто раз говорил. Зависание – это проблема. Потому что люди накручиваются. И сами себе ухудшают жизнь. Теперь понятно, да? И следующее. Завершение. Вот я предлагал вам, вместе с Валерией и с Александром Кроминым, чтобы вы сделали для мультика, который мы создадим, образ, который помогал бы в комнате психоразгрузки вам показывать упражнения там, или еще чего-то показывать. Мне прислали гуся, спасибо большое. И мне прислали, значит, уже кота Леопорда. Потому что я где-то говорил, что я по рождению трижды кот. Трижды кот. Там месяц, год, там все совпадает. Трижды кот. И мне с юмором прислали. Спасибо, друзья. Это очень здорово, мне очень понравилось. Но надо делать свой образ. Ничей-то, который авторскими правами защищен, давно известный образ там. Я когда пример провожу, не Знайка, например, или Винтик Шпунтик, например, или еще кто-то, я пример привожу. Не для того, чтобы мне прислали Винтика Шпунтика. Он уже известный. Он уже авторскими правами защищен. А для того, чтобы вы подумали и придумали, кого бы вы хотели, чтобы мы сделали мультиком. И этот персонаж, даже Сашу нашего Кромина, честного купца, который с таким весом, мы бы сделали, допустим. Допустим, это пример, что он летает, показывает упражнения ключа, делает хлёст, такой воздушный, как шарик. Допустим. Ну, придумайте свой образ, любой, который бы вам и всем, конечно, понравился. И этот человек пройдет наш конкурс и получит мою картину «Белая ромашка». До встречи, друзья.